Вопросом о том, чем полезна хурма, интересуются многие из нас. При каких проблемах со здоровьем хурма действительно полезна и почему? Сколько хурмы можно съедать в день, чтобы не навредить своему здоровью? На все эти вопросы мы собираемся ответить прямо сейчас. Кроме того, мы расскажем, как использовать хурму в лечебных целях. Так что будьте внимательны и не пропустите самое важное и интересное. Кто не любит хурму? Обладает необыкновенным приятным вкусом, нежной микотью с легкими нотками, терпкость. Но это далеко не все ее достоинства. Ягода насыщена витаминами, полезными минералами, микроэлементами и многими другими питательными веществами. Кстати, в Китае, Японии, Непале, на севере Индии и в Корее вот уже около 2000 лет выращивают и традиционно используют для лечения различных болезней восточную хурму. Это один из самых древних и распространенных видов этого растения. В тибетской медицине, в которой среди многих характеристик, всегда принимаются во внимание холодные и теплые качества продуктов и их деление на группы инь и янь, и здесь хурма причислена группе янь, а это значит, что продукт обладает согревающим и активным действием. Кроме того, он обладает способностью сбалансировать инь начало и препятствует накоплению слизи и жира, а следовательно и развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Главная ценность хурмы заключается в наличии большого количества антиоксидантов. Один из них — бета-каротин, являющийся предшественником витамина А. Его содержится в хурме больше, чем в моркови, перце или тыкве. Если съесть плод массой около 150 г, то это позволит получить до 20% суточной нормы данного вещества. В первую очередь, витамин А важен для обновления клеток нашего организма. Кроме того, бета-каротин борется со свободными радикалами, тем самым защищая клетки от разрушения, что замедляет процесс старения. Гипногенный эффект хурмы выражается в том, что поклонники ягоды засыпают быстрее и легче, дольше и крепче спят. У них реже случаются внезапные пробуждения. Таким образом, включение хурмы в рацион питания действительно эффективно для людей, страдающих бессонницей. Как хурма влияет на кровеносные сосуды? Следует отметить, что в составе хурмы содержится большое количество витамина С. В сочетании с витаминами группы В он активизирует деятельность иммунной системы, что повышает устойчивость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, аскорбиновая кислота в сочетании с витамином В, который также присутствует в хурме в необходимых количествах, благотворно сказывается на состоянии кровеносных сосудов. Это способствует улучшению кровотока и служит отличной профилактикой атеросклероза. Именно поэтому хурму рекомендуют включать свой рацион тем, кто находится в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Разнообразен и микроэлементный состав хурмы. В ней есть калий, который позволяет выводить из организма лишнюю воду. Об этом полезно помнить людям, склонным к повышенному артериальному давлению. Ценный микроэлемент – магний. Это вещество нормализует работу сердечной мышцы, благоприятно влияет на состояние нервной системы и улучшает усвоение других полезных веществ. Благодаря магнию из организма выводятся соли натрия, что снижает вероятность формирования камней в пачках. В каких случаях полезна хурма и почему? Зачастую хурму назначают при анемии. В этой ягоде содержится действительно много железа, которое в то же время довольно хорошо усваивается. А еще в ней есть йод, полезный для нормального функционирования. Как хурма действует на кишечник? Употребление хурмы стимулирует работу кишечника. При умеренном потреблении хурма нормализует стул. Но это правило относится только к созревших плодам. В противном случае она может вызвать обратный эффект, в частности у тех, кто страдает постоянными запорами. Вяжущие свойства хурмы при чрезмерном употреблении, которые связаны с содержанием тонинов, способны привести к вздутию живота, болям в желудке и запорам. Можно ли есть хурму при диабете? В плодах хурмы содержится большое количество углеводов 18 пианиграмм на 100 грамм продукта. При этом 25% этого количества приходится на глюкозу и фруктозу. Гликемический индекс равен 50 единицам, поэтому людям с сахарным диабетом нужно точно определить свою норму потребления, чтобы избежать осложнений. Какое количество хурмы допустимо съедать за день? Включая хурму в свой рацион, необходимо учитывать общее количество потребляемых простых сахаров. При этом следует учитывать, что средний плод весит около 250-300 грамм в среднем. Его калорийность колеблется от 150 до 220 килокалорий. При разнообразном питании целесообразно употреблять в среднем не более 2-3 штук в неделю. Если говорить о более мелких плодах по одной хурме в день, кстати, наиболее полезна именно свежая хурма, так как в ней больше всего содержится ценных веществ. Съедать по одной в день не вредно, и даже больше-больше всего полезных веществ содержится в свежей хурме. Спелые плоды хурмы хорошо комбинируются с творогом, йогуртом, кефиром и другими кисломолочными продуктами, и не очень с молоком. От основного приема пищи хурму лучше отделить, выдержав паузу не менее 30 минут. Как применяют лечебные свойства хурмы в народной медицине? Для лечения хронической диареи. Необходимо взять спелую хурму и разрезать ее на небольшие кусочки, которые нужно поместить в емкость и залить 100 мл горячей воды, закрыть плотно крышкой и настаивать в течение 30 минут. Употреблять настой надо в остывшем виде пополстакана через каждые 4 часа. От недержания мочи. Плодов хурмы необходимо измельчить, а получившееся сырье 1 столовую ложку залить кипятком 2 мл и отварить в течение 10 минут, после чего еще в течение часа настаивать под крышкой. Средство принимается по 60-70 г дважды в день. От гипертонии. Одну спелую хурму с помощью блендера довести до желеобразной массы, после этого добавить измельченный корень имбиря, который необходимо взять четверть от объема хурмы, добавить несколько капель лимонного сока для улучшения вкуса, можно добавить по желанию медсмесь, принимается трижды в день по 10 мг. Как и любой продукт хурма, имеет ряд противопоказаний. Высокое содержание в хурме тонина, что особенно характерно для неспелые ягод и большое количество растительной клетчатки позволяют считать эту ягоду опасной для людей со спайками кишечника и людей, которые недавно перенесли операции на органах брюшной полости, другая опасность от употребления хурмы связана с наличием ягодах йода, при избыточном поступлении которого в организм. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Полезные советы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok